Это информационный тележурнал День за Днем. О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты Добольского Времени и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Две табалячки решили сдать свои квартиры в аренду, но попались на уловки мошенников и потеряли крупные суммы денег. Как злоумышленники смогли обмануть их и что нужно делать, если вам звонят и просят назвать номер карты, расскажет Шамиль Гулеев. Простое желание сдать квартиру привело табалячку к потере денег. Ей позвонил мошенник и сказал, что хочет арендовать жилье и готов прямо сейчас отправить 104 тысячи рублей за 4 месяца вперед. Женщина поверила ему, продолжив разговор. После чего злоумышленник передал трубку лжесотруднице банка, которая рассказала типичную для мошенников инструкцию. Вы подходите к любому банкомату для выдачи наличных. Сверху на банкомате будет написано, при звонке назовите номер устройства, вы мне его называете и номер своей карты. На карту отсылаю вам денежные средства, чек с комментариями на тот банкомат. Женщина отправилась к ближайшему банкомату, но обналичить якобы переведенные деньги не смогла. Тогда мошенники перешли к плану Б. Помимо номера второй карты, Табалячка назвала и код, который пришел по СМС и в итоге лишилась 50 тысяч рублей. Точно таким же способом деньги потеряла и другая женщина. Получив доступ к банковским счетам, мошенники оформили на Табалячку кредитную карту, перевели с нее денежные средства на дебетовую и позже специали 60 тысяч рублей. По первому факту следователям возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, по второму факту возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная с банковского счета. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемых и рекомендуют гражданам быть более бдительными. Чтобы не угодить в ловушку мошенников, нужно соблюдать простые правила кибербезопасности. Ни в коем случае нельзя называть СМС, коды, которые во время разговора вам приходят на телефон. Ни в коем случае нельзя называть оборотные цифры, три цифры с обратной стороны банковской карты, которые расположены. В данном случае разговор лучше прервать и перезвонить уже в службу безопасности. И хоть о мерах безопасности говорят повсюду, люди продолжают каждый раз попадаться в ловушку мошенников. А число новых способов махинации растет изо дня в день. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Оперативно раскрытое преступление стало поводом для благодарности полицейским. На имя начальника УМВД России по Тюменской области Тоболяк отправил письмо, в котором поблагодарил стражей порядка и попросил поощрить их за то, что они в короткие сроки нашли преступника. У меня разбили машину, вытащили аккумулятор, магнитолу и колеса. Пока у меня брали объяснительно, где я находился, похитителей уже нашли в районе двух часов. Все говорят, что полиция плохо работает. Работает хорошо. Добавлю, что общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. На злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проверить, соблюдают ли водители правила перевозки детей в автотранспорте. С этой целью родительско-детский патруль вышел к детскому саду номер 40. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия «Автокресло детям». Оно проходит в Тюменской области с 30 января по 15 февраля. Как табаляки заботятся о детской безопасности и как правильно обеспечить защиту ребенку в авто, узнала Анастасия Плеснина. Тебе удобно? Да. А главное, безопасно, да? Пусть услышит целый мир. Друзья, на главный пассажир. Чтобы главный пассажир комфортно и безопасно доехал до конечного пункта, необходимо специальное удерживающее устройство в машине. Автомобилистов в городе становится все больше. И многие игнорируют правила перевозки детей в автотранспорте. ДТП с их участием только в январе произошло 4. Пострадало в них 5 детей. Из них один пешеход, остальные пассажиры. Есть ошибочное такое мнение, что в городе не обязательно пристегиваться. Но у нас самое большее количество детей пассажиров, пострадавших, это в городе. Не на федеральной автодороге, а именно в городе. Даже отъезжая 50 метров от дома, может произойти дорожно-транспортное происшествие. До года малыша необходимо перевозить в автолюльке. Важно, чтобы она была снабжена регулятором наклона. Наличие специального кресла обязательно для детей до 7 лет. От 7 до 12 лет и весом до 36 килограмм подойдет бустер. Главная его задача – приподнять малыша, чтобы правильно закрепить ремни безопасности. Ремень должен лечь на плечо, а не на шею. Автокресло, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка – самое эффективное средство защиты. Разновидности отличаются размерами, моделями, системой крепления. Удобство немаловажно для всех возрастов, ведь от этого зависит, насколько быстро ребенок привыкнет к поездкам на авто. Как родилась, сначала маленькая цепляется люлечка, потом подросла уже с года в этом кресле. Сидит спокойно, но иногда, конечно, хочет вылезти поначалу, все с трудностями сталкиваются, но ничего, привыкает, каждый ребенок, я думаю. Разброс цен такого товара большой. И все же в первую очередь стоит смотреть на степень защиты, ведь устройство выбираете не для сотрудников ГИБДД, а для своего ребенка. Приходить в магазин за креслом лучше всего вместе с малышом. Сэкономить родителям позволяют кресло-трансформеры, которые могут видоизменяться в зависимости от роста и веса маленького пассажира. Самое безопасное взяли мы, с двойным креплением, по удобству крепления, смотрели по самому, как бы дочке, чтобы удобно было, ну и по безопасности. Невыполнение требований по перевозке детей в автотранспорте влечет за собой штраф 3000 рублей. Но это несоизмеримо со здоровьем и жизнью ребенка. Потому подойти со всей ответственностью к этому вопросу стоит каждому родителю. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров. Тобольское время. К истокам веры. Сегодня в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля верующие приняли участие в необычной литургии. Служение шло на греческом. Оказывается, эта традиция восходит к 17 веку славяно-греко-латинской академии. Но сегодня распространена в Московской, Санкт-Петербургской, Воронежской и Казанской семинариях. В чью честь сменили служители церкви традиционный церковно-славянский язык на греческий, выясняла Юлия Савиных. Литургия на греческом даже для православных особое событие. Тобольско-Тюменская епархия раз в году, в День памяти Вселенских учителей церкви, Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, и пение, и молитвы на родном языке основоположников церковного учения. Основным догматом для всех троих было учение о Троице, как нераздельной и единосущной. Так символично и праздник у троих богословов в один день. Все они происходили из аристократических семей, и для своего времени имели лучшее образование в Греции. Однако учение и порядок церковной службы на века пережил своих основателей. И теперь святители чтут за учителей всех времен и народов, а ученики православной гимназии и семинарии берут за образец их житие. Мне нравится очень сильно история, но еще, наверное, потому что я и начал интересоваться с детства. Тема, конечно же, совсем непростая, но мне кажется, если так же дальше развивать в себе эти навыки, то в дальнейшем я бы мог стать историком. Надеюсь, неплохо. Греческий язык в Тобольской семинарии преподают наравне с английским, немецким, латинским и церковнославянским. Впечатление очень хорошее. Наверное, как от любой службы. Служба, конечно, необычная тем, что она на греческом языке поется. Если человек посещает литургии, принимает в них участие, узнает порядок песнопений, узнает, что когда поется, и спокойно может молиться и под греческие песнопения. Святители Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоуста, столпов веры православной, почитают также и за покровителей богословского образования, которое в Сибири отметило 30-летие своего возрождения. Нам же всем, дорогие братья и сестры, остается внимать Слову Церкви, внимать тому богатству духовному, которое при содействии благодати Божией они явили нам, и стараться воспользоваться этим духовным богатством, чтобы достойно и правильно жить на этой земле, жить добродетельно, по дару божественному, по дару любви к Богу и ближнему. Юлия Савиных, Рустам Рузиев, Тобольское время. В Тобольске подведены итоги городского конкурса «Спортивная элита-2019». Десятки тренеров, спортсменов, команды по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также организации и образовательные учреждения города, которые добились наивысших достижений, были отмечены высокими наградами. Подробнее в материале Натальи Китовой. Вот она, спортивная элита нашего города. На одной сцене не одна сотня стройных, подтянутых, ведущих здоровый образ жизни спортсменов. Софья Побединская, 13, девушка с первого класса, занимается волейболом и четко знает, какими качествами должен обладать перспективный спортсмен. Должен быть сильный характер, физическая подготовка и желание, главное. Я выбрала этот спорт, потому что он командный, дружный, можно найти много новых друзей из разных городов, стран и так далее. Прорваться, конечно, можно. Например, мы попали в финал России. Из такого маленького города можно достичь больших высот. Больших высот по итогам прошедшего года добились многие спортсмены. К примеру, в номинации «Олимпийская надежда» победила ученица школы номер 13, Любовь Орлова, бронзовый призер двух Кубков Европы и первенства мира под дзюдо в составе сборной России среди девушек. За старшими тянутся и малыши. У нас такая робика, что мы одновременно танцуем и делаем разные элементы. И у нас тренер, он хочет, чтобы мы добивались очень хорошего и отличного, чтобы у нас все получалось. Мы не расстраиваемся и верим в лучшее. Специальным призом за лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы среди трудовых коллективов отмечено предприятие «Сибур Тобольск». Компания уже не первый год является главным партнером города и вкладывает как прямые, так и косвенные инвестиции в развитие городской среды. Совместно с администрацией и правительством Тюменской области компания реализует программу «Тобольск-2020». Она позволяет расширить возможности социальной инфраструктуры, в том числе и спортивной. Именно благодаря развитию и расширению спортивной инфраструктуры мы надеемся и, самое главное, ожидаем практические результаты, что большее количество населения города Тобольска будет заниматься здоровым спортом и проводить здоровый образ жизни. Ну а что касается косвенных инвестиций, то это же, конечно же, наш вклад через программу «Формулы хороших дел» направления спорта, развития определенных проектов в направлении баскетбола, поддержка местных инициатив спортсменов. Гауреатов и победителей, как всегда, было много. Отметили школу номер 9 и детский сад номер 1, тренеров Марину Скороходову, Дмитрия Косенко, Андрея Сабарова, спортсменов Илью Медведева, Дарью Аширову, Дмитрия Фишмана и многих других спортсменов и тренерский состав. Эти люди год за годом прославляют наш город на соревнованиях различного уровня. Наталья Китова, Рустам Рузей, «В тобольское время». Далее о погоде в Тобольске. Спонсор прогноза детская школа современных технологий Кверти приглашает детей от 7 лет овладеть компьютерными технологиями 21 века. Детская школа современных технологий Кверти – это развитие ребенка в сторону информационных технологий, 3D-моделирования, 3D-печать, игростроения и веб-разработки, создание профессиональных презентаций и многое другое. Школа открыта для детей от 7 лет. Мы находимся по адресу Знаменского, 45, вход старца. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее сам прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. 13 февраля в Тобольске облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до минус 9. Ночью похолодает до минус 14. Ветер юго-восточный дует со скоростью 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин